Приветствую православное! 26 июля, среда, и мы продолжаем нашу добрую традицию чтения Евангелия с церковью на площадке русской конописной школы. И сегодня, в среду, 26 июля, в качестве рядового чтения церковь предлагает своим верным чадам 68-е зачало Евангелия от Иоанна. Тоже очень короткое, с 20 по 24 стих, 16 глава. Итак, 16 глава от Матфея, с 20 по 24 стих, 68-е зачало. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никто никому не сказывал, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым в третий день воскресных. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Первое, на что обращу ваше внимание, это то, что происходит это после исповедания Петра. Вот на Петра и Павла мы читали отрывок о том, что Господь спрашивает у апостолов, кто он согласно мнениям людей, и потом спрашивает у апостолов, а вы за кого меня, собственно, принимаете, за кого меня считаете. И вот абзацем выше Петр говорит, ты, если Христос и Бога жива, и Господь говорит, ты, Петр, на всем камне основе церкви. И тут буквально через абзац, буквально вот на той же странице, отойди от меня, сатана. То есть получается все-таки не на иерархическом принципе, что вот все, что делает Петр, он делает правильно. А вот на вере Петра, да, но и вера Петра с Петром тоже не все время. И тоже интересный момент, с того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должен идти в Иерусалим и много пострадать. Только после того, как они исповедовали Его Мессией и Сыном Божиим, вот тогда Господь начал им открывать, что предстоит. То есть сначала исповедание Христа, а потом уже откровение, наставление и чудеса. Вот без исповедания веры вот этого невозможно. И тоже очень интересный момент, отойди от меня, сатана, говорит Господь, обратившись к Петру. Вот есть интересное толкование, что на самом деле не отойди, а иди за мною. И оно такое дерзкое, но в то же время богословски глубокое. Потому что сатана всегда будет с нами, он всегда будет нас искушать, он всегда будет нам предлагать что-нибудь. Да, обожестви семью, обожестви карьеру, обожестви деньги. Ну а чего плохого в семье? А кто бы стыдился, что он сделал хорошую карьеру сам, без протекции? А кто бы не радовался, что дети получились достойными людьми? Все это правильно, но в то же время вот не является целью, единственной целью нашей жизни. И вот, иди за мною сатана, это означает, что не позволяет сатане вести себя. Что вот если бы Господь внял бы опасения Петра и сказал, ну ладно, повременим с распятий, но исцелять же тоже важно, проповедовать же тоже важно. Искать новых учеников и сеять семя Царствия Божия и евангельские сети закидывать в мир, это же тоже важно. Ну вот, еще раз, иди за мною сатану, означает, что сатана нас никогда не покинет, но важно, чтобы он держался рядом, искушая нас, но никак не вел нас впереди, нас шествуя и увлекая нас в погибель. А на сегодня все, и берегите себя, и возвращайтесь завтра в православие.